здравствуйте дорогие мои телезрители и мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема лилии что с ними можно сделать сейчас сколько у нас вариантов вариантов их размножения ну все девочки и мальчики которые хотели бы иметь красивых лилии больше чем они купили они сняли по 4 5 там ну иногда если луковица очень большая то и можно и 7 чешуек снять но лучше всего 5 это как бы предел на маленьких конечно поменьше 3 достаточно но из трех вот из трех чешуек каждый из них может дать по 30 штук новых луковиц у меня на столе стоит горшок 6 литровый в нем посажено 5 лилий они конечно не такие толстые как вот те которые на балконе там вон вижу их в окошко там есть и в палец толщиной и даже толще но это я выбрала самые как бы да такие ну дух ленькие почему они такие да потому что у них луковицы изначально калибровка значит там те которые стоят там 22-24 24 26 сантиметров по окружности луковицы а эти всего 14 то есть они достаточно маленькие но они должны быть цветущие зачем я все это гаражу а затем что если вы хотите кроме того что вы сняли чешуйки получить полноценный куст лилии как бы да без переходной стадии маленькой луковички а все-таки сразу с корневой системой и еще и с луковицами замещения то конечно надо подождать пока эти лилии не начнут набирать цвет ну я все равно покажу как это можно сделать вот здесь пока они еще без ну вот это может быть у нее горошинки я уже чувствую они уже там есть и будет несколько они будут как бы по очереди образовывать бутоны и это все в порядке это что-то не знаю что ты не хватило это и вообще не хватило ничего у нее очень маленькие междоузлия между листьями это говорит о том что у нее какой-то стресс иногда луковица оставаясь здоровой и совершенно живой она просто не выходит из земли так тоже бывает не надо расстраиваться на следующий год все выйдет и все зацветет я хочу обрезать ну это цветонос север лилии хочу обрезать его но сделаю это не так под корень не по злобному я все-таки оставлю несколько листьев и мне будет достаточно будем считать чтобы сделать черенки будем считать что у нее тоже появились уже бутончики да они там появились но они еще слабоваты и хочу оговориться вы зачем мне пишете я осенью нарезала начеренковала лилии все пропало а вы как хотели растение отцвело отдала все силы если она и восстановилась то только восстановилась луковицами замещения они вот такие вот и чего вы ждали от этого растения это все делается черенкование весной это уж крайний случай когда вы что-то обломили там ну не знаю осенью у вас может быть 20 процентов приживаемости но никак не 80 и не 90 смотрите что можно сделать вот с этой вот веточкой да все очень просто считаем как нам удобнее сделать так у нее листья не попарные видите они как бы до идут по очереди на стебле значит так берем вот так три листика попа раз два три еще раз и обрезаем так чтобы у нас вот здесь все таки вот оставался хотя бы здесь очень короткие между узле хотя бы сантиметрик вот так вот а теперь ей надо убрать макушку нам не надо чтобы она росла туда нам надо чтобы она прекратила свой рост больше трех листьев вот это вот крошечка хаврошечка она не выкормит поэтому смотрите вот тут где нижний лист мы его прямо отстригаем я надеюсь вам все видно отстригаем не порани в стебель делайте все аккуратно чуть-чуть пяточку оставьте сантиметра миллиметра два значит эти листья она тоже не вынесет мы их вот так сделаем видите все черенок готов давайте приготовим все а вы запоминаете последовательность того что я делаю вот то что я обрезал вот это пойдет в это пополам и это пополам зеленая фабрика нам крайне необходимо именно клетки вот на этом листике зеленые хлорофиловые будут работать на фотосинтез и будут рождать клетки для корней которые вот тут появятся вот около этой вот прямо узелка этого это правильно будет значит и еще если у вас есть корневин то подержите часов 12 в корневине и это поможет образовать корневую систему гораздо быстрее чем оно могло бы произойти естественным путем но на самом деле понадобится две недели для того чтобы образовались вот эти вот корни и прижились эти черенки вы можете их в отдельный горшочек а у нас такой есть сейчас я вам покажу вот он отдельный горшочек да это то что я вам показывала про холодильник и вы на бачок под 45 градусов ребят вот так вот ну все просто но только не забудьте про корневин укоренитель и так далее я посажу три мне это очень нравится идея и она очень хорошо работает и все у вас вырастет все будет прекрасно все только не забудьте что кроме того что вы воткнули вам надо обжать очень сильно вот вокруг вокруг того узелка который мы обрезали нижней обжать почву так чтобы прилегание было стопроцентно сейчас я вам покажу что я сделала и прям пальцами вот так придавите вы можете делать это в домашних условиях тем более что ваши комментарии по поводу того что а чё у меня лилии 50 сантиметров вытянулись а вы как девочки хотели мы покупаем лилии когда у нас есть выбор да это февраль месяц как правило а извините к маю там останется одно гнильё с такими отросшими ух этими в макушками простите и что из них да их можно сразу высадить купить и высадить только что там будет у нас лилия цветут дома скорее всего ну может быть часть на даче потому что это поздно у меня все поздно цветущие это от гибриды лоо гибриды и восточники конечно я их обожаю просто поэтому вы должны понимать что вы делаете и зачем вы делаете не можете справиться с растениями не покупайте все посмотрите вот оно черенкование три секунды можете в этот горшок напихать столько сколько вам хочется вообще без проблем на самом деле нужно две недели обработанный черенок все вот так обрезанный для того чтобы появилась корневая система трудно да вообще нисколько я вам желаю успеха всего доброго и до свидания до свидания